Турбореактивный самолет Турбореактивный самолет Один из самых современных на всей территории Сибири. Новый вокзал рассчитан на 200 пассажиров. В сутки способен принять около 2000 человек. Уровень комфортности для Братска беспрецедентный. В двухэтажном вокзале есть даже лифт для маломобильных групп населения. Не говоря уже об электронных справочных терминалах и удобных креслах. Как сообщили сотрудники РЖД, подунские пороги теперь отвечают самым современным требованиям и европейским стандартам. Причем здание вокзала строение типовое, что особенно заинтересовало губернатора. Такой вокзал такого уровня, конечно, это задел и посыл для других компаний, государственных, частных в работе на территории. Поэтому и не просто догонять или что-то реконструировать, а строить новое по новым параметрам. Это, конечно, хороший для всех пример. По словам гостей из Иркутска, новый вокзал – это первый важный шаг на пути к обновлению всей инфраструктуры на севере Иркутской области. У регионального правительства далеко идущие планы относительно этой территории. Многие из планов пока в разработке. Впрочем, в ближайшем будущем примеров эффективного сотрудничества бизнеса и государства будет куда больше, заверили власти. Впечатление одно – уверенности. Мы живем на своей земле и умеем делать дело. И будущие амбиции возродить потенциал области как промышленного региона, он, конечно, опирается на наш человеческий потенциал. Новым зданием вокзала обновление станции «Подунские пороги» не ограничится. В планах поставить перед входом скамейки, смонтировать освещение, расположить торговые павильоны. Новая жизнь ждет и старое здание железнодорожного вокзала. Несмотря на то, что ворота в город обновили, отказываться от старого здания вокзала никто не намерен. Сносить его не будут. Впрочем, пассажиры не будут сюда приезжать. Здесь будут располагаться административные службы и багажное отделение. Андрей Васильев, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».